Центральная избирательная комиссия распустила городскую избирательную жестким условием – собрать новый состав менее чем за 24 часа. Распуск Одесской городской территориальной избирательной комиссии досрочно, да еще и за неделю до выборов, пожалуй, первый случай настолько радикального вмешательства в работу этого выборного органа. К замене коней на переправе, конечно, привели явные нарушения, но ведь и нарушения похлеще, к примеру, подлоги с протоколами при выборе мэра в 1998 году или в 2010, массовые протесты, судебные тяжбы от чего-то не возымели тогда никакого действия. Можно предположить, что выборы в местные органы самоуправления в 2020 станут первыми, где фокусы с законом будут жестко прекращены. Очень хочется в это верить. Итак, в ЦИКе уточнили, что Одесский городсбирком превысил свои полномочия повторно, вопреки уже установленным судом обстоятельствам и фактам. Комиссия установила, что городские организации партии должны в кратчайшие сроки подать кандидатуры в новый состав территориальной избирательной комиссии. Кроме того, ЦИК обязала Одесскую городскую территориальную избирательную комиссию после сформирования ее нового состава прислушаться к выводу суда. Также комиссия обратилась в полицию, чтобы та проверила изложенные обстоятельства этой ситуации. Такое решение одобрил руководитель Одесской организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко. По его словам, у ЦИК были основания распустить Одесскую городскую территориальную избирательную после всех ее юридически-акробатических трюков. По оценке Бойко, пока нет оснований говорить о том, что выборы в Одессе под угрозой. Цитата. Слишком многие в них заинтересованы, поэтому, думаю, с подачей кандидатур для нового состава проблем быть не должно. Хотя в этом году все возможно, резюмировал юрист.